Российская армия является продолжательницей традиций советской армии. Воюет исключительно мясными штурмами. То, что делает Россия на фронте, это берет большую кучу пушечного мяса и загоняет его на вражеские для России позиции. Эта тактика имеет плюсы, потому что даже обладая самым современным вооружением, хорошими позициями и нормальными командирами, вы не можете сопротивляться бесконечной мясной волне. Однако у этой тактики есть и минус. У вас буквально заканчиваются люди. И у сего есть цена. Если на самих людей российскому государству по большому счету похуй, ему не важно сколько именно их заберет на полях сражения в Украине, то на эффект от того, что эти люди тратятся в таком объеме, Российской Федерации не пофигу. Ну, например, большое количество людей забирается с предприятий, производств, мобилизация, а сейчас идущая такая, как ее называют, тихой мобилизацией и так далее, она действительно лишает гигантское количество производств людей. В России рекордный кадровый дефицит, который только нарастает. Но в любом случае вам как-то людей на войну надо заманивать. У России сейчас не объявлено военное положение, а мобилизация не носит сейчас массовый характер. На фронте, по сути, из мобилизованных остаются те, которые были завербованы и мобилизованы в сентябре 2022 года. В отсутствие новой волны мобилизации, государству все больше приходится идти на ухищрения, потому что дураков не то чтобы нет, но их становится все меньше. Их убивают на полях сражений в Украине. Потери украинцев к россиянам составляют один к полутора, если брать по всю войну, и примерно один к трем, если брать нынешний ее этап. То есть на каждого убитого украинца умирает три российских солдата. Но оно и не мудрено, ведь Россия наступает, и наступает как раз пушечным мясом в огромном количестве. Россия потеряла уже около 150 тысяч человек убитыми и под полмиллиона ранеными. Ранения, опять же, иногда восстанавливаются, поэтому в этих там больше полумиллиона может быть двойной подсчет некоторых солдат. Но в любом случае откуда-то надо брать еще людей. Россия заявляет о регулярной вербовке 30 тысяч солдат в месяц. Это не совсем правда, и цифра несколько завышена. Впрочем, скоро выйдет материал CIT, где они попробуют расставить точки над «и» в этом вопросе, потому что этот спор ведется давно. Западные аналитики, например, и в том числе украинская разведка, говорят о том, что России действительно удается вербовать 30 тысяч солдат в месяц. То есть они подписывают контракт с Российским Министерством обороны. Это не значит, что люди приходят с улицы, это и срочники, и много кто еще, но тем не менее. По факту же речь идет о 20 примерно тысячах, от 15 до 20 тысяч в месяц, в зависимости от месяца, и этот поток постоянно снижается, потому что с фронта идет сарафанное радио. На самом деле вот закон в Госдуме, который сейчас принят, о том, чтобы у солдат не было телефонов, в том числе направлен на то, чтобы они не записывали жалобные видео, в которых рассказывали бы, как всех их уничтожили, все их подразделение, остался вот только один человек живых, чтобы они не присылали фотографии с войны и так далее. Потому что все это, безусловно, мешает российскому государству вербовать людей. Потому что если раньше говорилось, что вот вы фактически отдохнете на войне, кайфанетесь, там будете сидеть в тылу, получать много денег, то сейчас многие понимают, что война это билет в один конец. Более того, государству все хуже удается скрывать то, что контракты бессрочные. Ну как скрывать? Это официально, это буквально везде написано, что подписывая контракт с российской армией, вы бессрочно ввязываетесь в войну. Вас никто не отпустит через полгода домой. Контракты эти переподписываются после каждого истечения срока. Но люди не читают мелкий шрифт и не до конца понимают, куда они идут. Однако поток людей все время снижается, что провоцирует и повышение выплат, которые делаются. И вот поскольку недавно была преодолена планка в 2 миллиона рублей, и я выиграл очередной спор досрочно, не с Владимиром Миловым, но тем не менее, давайте все-таки посмотрим, как именно вербуют на войну, чтобы, во-первых, вы не оказались среди тех, кого завербовали, а во-вторых, чтобы понимать, как работают эти механизмы, в том числе понимать состав нынешней российской армии. То есть, насколько количены там проблемы. Есть ли даже такие девиантные способы, которые сегодня будут описаны, использует российская армия для того, чтобы добирать людей. Поддержать это видео вы можете лайком, комментарием и подпиской. Ваша поддержка помогает его распространить, и кому-то, я надеюсь, это видео спасет жизнь. Ну, то есть, он не пойдет вербоваться на войну, даже польстившись на какие-то большие деньги. А поддержать сам канал за деньги маленькие вы можете на Патреоне. Ссылка будет в описании, там выбираете уровень поддержки и получаете соответствующие бонусы. Итак, давайте переходить к тому, как же вербуют на нынешнюю войну. Это описывает в своей публикации верстка, ссылку на нее я оставлю в описании. По мере снижения интереса к заключению контракта для участия в войне с Украиной, так называемый контракт добровольца СВО, российские власти начали задействовать все более изочередные способы для пополнения армии. В некоторых регионах появились реферальные программы для тех, кто привлекает на службу друзей и знакомых. В других рекордно выросли единоразовые выплаты за подписание контракта. Источники верстки сразу в нескольких регионах подтверждают, поток добровольцев снижается, а идейных новобранцев сменили те, кого отправляют на фронт под угрозами или за большие деньги. Верстка собрала все актуальные способы отправить россиян воевать с Украиной. Первый – это война как альтернатива наказанию. 23-летнего Антона, имя измененной соображения безопасности из Байкальского края, вечером в ноябре 2023 года остановили на улице полицейский. Как рассказала верстки его мать, повод для остановки ей неизвестен, но в отделение Антона доставили якобы за оказание сопротивления силовикам. Мужчину продержали в полицию ночь, а уже утром он подписал контракт об отправке на фронт. Утром он пришел ко мне, рассказал, что серьезно влип, его не били, ничего такого, но угрожали статьей применения насилия в отношении полицейского. Говорили, что он сядет на 15 лет и с такой статьей пойдет на красную зону, по жести, что жизни ему никакой не будет. А у него жена, ребенок только родился. Сказал, что сам принял решение контракт на полгода, а сидеть 15 лет, рассказала мать Антона. Статья 312 Уголовного кодекса применения насилия в отношении представителя власти предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы в случае, если повлекла опасность жизни и здоровью силовика. Впрочем, ни уголовное, ни даже административное дело так и не было возбуждено, утверждает мать Антона. Ситуация с контрактом решилась на словах. Мужчина отправился на фронт, и меньше чем через три месяца погиб на юге Донецкой области Украины, получив осколочное ранение. Как рассказали матери сослуживцы, подразделение попало на минное поле. Тело обнаружили с наложенной шиной. Труп военного медика лежал неподалеку. Оба умерли от потери крови. Таким образом, отправлять россиян на войну начали еще в прошлом году, но официально этот способ узаконили только в марте года этого, когда Госдума приняла закон об освобождении от уголовной ответственности, заключивших контракт с Минобороны. Освобождением от наказания занимается суд. Возможно, оно по решению следователя или прокурора, но зачастую силовики агитируют самостоятельно, без каких-либо оснований. Коммерсант писал, что набором подозреваемых и обвиняемых воинские части занялись сотрудники СК, МВД, ФСБ, МЧС, ФТС и даже судебные приставы, действующие под контролем прокуратуры. Наличие рекомендации подтвердил источник, близкий к МВД. С июня отправиться на контракт предлагают не только обвиняемым и подозреваемым, но и тем, кто находится под административным надзором. И как вы видите, и тут человек повелся на рассказы о том, что контракт на полгода, хотя на самом деле контракт бессрочный. Поэтому как бы на вас не давили, какое бы уголовное дело вам не грозило, знайте, что в тюрьме вы скорее выживете, чем на войне. Более того, у тюрьмы хотя бы есть срок, у войны срока нет. Поэтому будьте очень внимательны и передавайте родным и знакомым, которые тоже будут оказываться в тяжелых ситуациях, что их обманывают. И на самом деле они попадут просто под бесконечную войну, где скорее всего довольно быстро умрут, как и герой данной публикации. Второй способ. Военные сборы. Еще один способ склонить к подписанию контракта во время ежегодных военных сборов. Указ об очередных сборах для пребывающих в запасе граждан Владимир Путин подписал 1 марта. В начале апреля житель Москвы Петр, имея измененное соображение безопасности, в состоянии алкогольного опьянения попал в ДТП за рулем каршерингового автомобиля. Мужчина рассказал Верстке, что после аварии его доставили в полицию, составили протокол и отпустили. А уже утром к нему пришли сотрудники военкомата с повесткой на военные сборы. Петр числился в запасе. Военную службу проходил в войсках противовоздушной обороны около 20 лет назад. Ну собственно в запасе числятся все, кто служил в российской армии, а служить в российской армии обязаны все мужчины старше 18 лет. В самом комиссариате на Петра надавили, напугав потенциальным уголовным делом. Полицейским было известно не только о ДТП, но и о финансовых проблемах, в частности кредитах. Петру намекали, что за управление в пьяном виде его могут посадить, а имущество за долги заберут банки. Уже через несколько дней Петр оказался на военных сборах в подмосковном Нарофоминске, где обучение в тот момент проходило около 4000 человек. По его словам, все они подписали контракт. На сборах были все, добровольцы, мобилизованные, запасники по повесткам, все вместе. Контракт подписывают все, там нет выбора, ты обязан подписать контракт. Там заставляют подписать, обещают тыл, обещают бабки, а те, кто все равно хочет соскочить, им говорят, что так нельзя уже. Это нарушение закона, рассказал Петр. О том, что на сборах в Нарофоминске в мае 24 года массово подписывали контракт, Верский рассказал и другой участник этих маневров. На сборах на обстрелке прибывшие провели около недели. Затем многих из них отправили сразу на боевые позиции. Хотя при подписании контракта Петра уверяли, что ему предстоит спокойная служба в тылу. В итоге он попал в штурмовой отряд подчасов Яр, город в Бахмутском районе Донецкой области. Оттуда мужчина один раз связался с корреспондентом Верский, рассказав, что участвует в местных штурмах. С 15 июня связь с Петром прервалась. Следующий способ на войну за долги. История Петра далеко не единственный случай, когда мужчинам с долгами предлагают заключить контракт с Минобороны и решить все свои финансовые проблемы. СМИ пишут о подобных историях уже больше года. Верска также рассказывала об аналогичном случае прожителя Ростовской области, которому приставы предложили подписать контракт, после чего он оказался в подразделении Шторм-Зет. Кроме того, власти активно рекламируют освобождение от уплаты процентов по потребительским кредитам, а в случае смерти долг списывается и не ложится временем на членов семьи. При этом на фронт, чтобы избавиться от долгов, предлагают отправиться не только мужчинам, но и женщинам. В Красноярском крае такую рекомендацию прислали местной жительнице по имени Ольга. Она брала деньги на ремонт квартиры, но после развода самостоятельно не смогла своевременно вносить платежи. За долг 800 тысяч рублей в отношении нее возбудили судебное производство. Послание от приставов ей оставили на стекле машины. Необходимо обратиться в военный комиссариат вашего района с заявлением для поступления на военную службу по контракту, что позволит вам принять меры к погашению задолженности по исполнительному производству, говорится о направлении. У Ольги при этом нет ни военного билета, ни медицинского образования, зато есть двое детей 9 и 13 лет. В ССП пояснили, что речь идет лишь о рекомендации, но оформлена она была на официальном бланке. Так что вот еще один способ, но о котором тоже давно известно, что ходят ко всем подряд. Кого есть долги, кто состоит на учете и прочее, и прочее, и предлагают. Там у них считается это хождение к маргинальным слоям и их вербуют на фронт, заманивая большими деньгами. Другое дело, что в гробу карманов нет, поэтому куда эти деньги люди собрались уносить, понятно, не до конца. Но почему вообще люди идут на это, это вопрос, который многим приходит в голову. Почему там, не знаю, взрослые мужики с автоматами позволяют отправлять себя в мясные штурмы? Или как вообще люди идут на войну, зная, что там есть мясные штурмы и что их там убьют с очень высокой вероятностью? Дело в том, что есть такое искажение когнитивное, которое называется optimistic bias. Вам кажется, что даже если у других как-то было иначе, то у вас все будет хорошо, ровно поэтому в мире существует преступление. В целом преступников скорее ловят, чем не ловят. Поэтому преступление совершает довольно дурацкая идея. Ну, то есть, по крайней мере, насильственное преступление. Это делают обычно не очень умные люди, потому что, ну, если вы это делаете ради выгоды. Потому что в случае, действительно, если вам удалось и вы получили выгоду, эта выгода не стоит тех рисков, на которые вы себя подписываете. Поэтому делать этого, во-первых, не стоит, а во-вторых, вот optimistic bias, он заставляет нас считать, что наши шансы лучше, чем статистические, чем у других людей. Поэтому даже зная, что много людей на войне, на фронте погибает или становится коллегами, эти люди все равно готовы попробовать и готовы за деньги туда пойти. Таких людей становится все меньше, но, тем не менее, они есть. Собственно, на то, чтобы заманить людей на деньги, направлены и повышения региональных выплат. Помимо федеральной зарплаты, каждый регион означает региональные выплаты участвующим в войне в Украине контрактникам. Еще в марте важные истории считали, что региональная единоразовая выплата за подписание контракта в среднем за год выросла в полтора раза. Но с тех пор власти пошли еще дальше. Например, в Краснодарском крае единовременную выплату участникам войны в Украине подняли вдвое с 500 тысяч рублей до миллиона. А в самом Краснодаре с 250 до миллиона 650 тысяч рублей. ХМАУ выплата составляет почти миллион 600. В Татарстане выплата вместе с муниципальными доплатами составит полтора миллиона рублей. Рекорд же побила Москва. 23 июля Сергей Собянин подписал указ о единовременной выплате в 1,9 миллионов рублей после заключения контракта с Министерством обороны вместе с зарплатой. Это получается больше 2 миллионов рублей. Таким образом, регионы пытаются выполнить квоты по набору на контракт, поставленные федеральным центром. Существование плана для регионов по набору контрактников в Верске подтвердили двое вице-губернаторов из разных регионов. Рекомендуется рассказывать о преимуществах службы по контракту, добавлять региональные выплаты и льготы. Правительство региона, соответственно, спрашивается о районных властей, говорит один из собеседников Верстки. По его словам, поток людей, желающих отправиться на фронт, достаточно стабильный, но заметно меньше, чем год назад. Сейчас на войну отправляются люди, которых по-настоящему привлекают льготы. Больше, чем идейные, считает он. В некоторых регионах, например, в Подмосковье, власти пытаются переложить ответственность по набору на контракт на местных предпринимателей. Как рассказал Версткий источник в администрации одного из городов на востоке области, многим крупным местным бизнесом спустили разнарядки. От каждого предприятия на войну надо отправить от 20 до 100 человек. Подобные схемы работают практически по всей стране. В Воронежской области компания «Выбор» Единоросса Александра Цыбаня предлагает рекрутам по 300 тысяч рублей единовременно, если они придут в военкомат через эту фирму. В другом регионе ЦФО областной чиновник признался Верстке, что даже со схожими методами набор идет туго. И это на самом деле подтверждается самим фактом роста этих выплат. Причем рост выплат теперь по экспоненте фактически. Мы с Русланом Левимом обсуждали недавно, мне кажется, недели две назад, будет ли до конца года 2 миллиона. И он как раз предположил, что будет уже в следующем, а я предположил, что нету, видимо, в этом. Кого было наше удивление, когда не прошло и месяца, как это случилось. То есть Москва, которая уже больше 2 миллионов суммарно, если считать зарплату. Там миллион 95 тысяч получается. И это довольно показательно, потому что если можно долго рассуждать про цифры, кому верить, кому не верить, и каким-нибудь паникерам, которые в Твиттере постоянно пишут, что вот я видел очередь в военкомат, а потом, когда в очереди в военкомат сосулька, человеку голову прошибает, оказывается, что он приходил данные обновить, а не добровольцам записаться. Это более релевантные данные, потому что вы не будете повышать региональные выплаты, если к вам и так хорошо идут люди. Вы буквально платите эти деньги из бюджета, а большое количество и большую часть регионов России, это в принципе регионодотационный, денег и так не хватает. Поэтому, конечно, сжигать эти деньги в печке вот этих вот всех региональных выплат добровольно никто бы не захотел. Но есть план, который спускается сверху. Мы много видели видеозаписей с различных совещаний, когда они еще не были все закрыты, где эти планы напрямую подтверждали в прошлом году, и тогда еще даже говорили, что планы не удается выполнять. Сейчас же, видимо, ситуация стала еще хуже, потому что денег обещают много. Но опять же, вот то ли сегодня, то ли завтра выйдет большое исследование, которое расскажет, сколько конкретно людей удается России набирать. При этом надо сказать, что вот от всего набора, вот эти как раз, которые приходят на деньги, это не больше их часть. К тому, как больше всего набирают, мы перейдем в конце сегодняшнего видео. Но, тем не менее, это тоже важная история, потому что многие люди, ну какие-то люди готовы идти на большие для них деньги, потому что таких денег в российских регионах заработать, ну если и невозможно, то очень сложно. И вот недавняя новация — это реферальные программы. Российская армия теперь буквально как МММ или Арифлей. В денежной агитации некоторые регионы пошли дальше и объявили акции по типу «Приведи друга, получи дополнительную выплату» за вербовку на контракт своих знакомых. Впервые такую акцию, вероятно, придумал Нижневолжский трубный завод в городе-спутнике Волгограда, «Волжском». Сотрудникам, которые устроятся к ним на работу, оттуда пойдут на войну, завод готов был заплатить 250 тысяч рублей дополнительно к региональной выплате. Также открылась функция «Приведи добровольца в отдел кадров предприятия и получи дополнительно 50 тысяч рублей». Еще одну такую акцию в июле запустили в Татарстане. На сайте администрации появилось объявление о том, что если гражданин сможет уговорить любого человека подписать контракт с Минобороны, ему заплатят до 100 тысяч рублей после убытия новобранца в часть. С уговаривающими заключат официальный договор об оказании услуг. Аналогичным образом решили действовать и в Ярославской области. Вербовщикам будут платить по 100 тысяч рублей за каждого, кого они уговорят поехать на войну. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Михаил Евраев. При этом глава региона отметил, что ранее такая выплата уже была, но составляла только 30 тысяч рублей. Как выяснила Вёрстка, аналогичная программа работает и в Воронежской области. Там местным жителям обещают выплатить 15 тысяч рублей за каждого проведенного добровольца. Об этом журналисту Вёрстке сообщили по телефону местной горячей линии для записи на контракт. «Вам нужно будет прийти в районную праву и объяснить, что этот человек записался через вас. Тогда вы получите 15 тысяч рублей», — сообщил собеседник. Руководитель одной из фирм в сфере ЖКХ Воронежа рассказал Вёрстке, что ему в одной из районных управ озвучили такую же сумму. «Заходил сегодня в управу района в Воронеже по делам своей фирмы, и мне с порога начали рассказывать не про наши взаимоотношения, а про возможность получить 15 тысяч рублей за каждого проведенного добровольца. На мой невой вопрос, а что так мало, чиновники сказали, что скоро ждут повышения», — рассказал предприниматель. Еще один собеседник из региона, работающий в строительном бизнесе, подтвердил существование реферальных программ. По его словам, пока они работают в режиме для своих. Конечно, появление сетевого маркетинга в российской армии вряд ли говорит о том, что все там хорошо с набором людей. Я жду какой-нибудь, знаете, как блогеры начнут ссылочки какие-нибудь прикреплять, какой-нибудь Стас как и просто, допустим, бац, и ссылочку прикрепил, говорит, идите по моей ссылочке в армию. И, значит, я получу денежки. Но поскольку его аудитория в основном не достигла пока возраста совершеннолетия, то для них подходит не этот вариант, а следующий вариант, а именно на фронт со школьной парты. Военную службу начали рекламировать не только среди взрослых, но и среди детей. Например, в молодежном военизированном движении «Юнармия» и «Центре воин». СБУ 3 июня сообщило о подозрении руководителя штаба «Юнармии» в Крыму Сергею Гаврильчаку. По информации спецслужбы, он массово привлекает крымских школьников в военизированную организацию страны-агрессора, а также лично вербует выпускников Вооруженной силы России. «Юнармейцы» занимаются строевой и боевой подготовкой, изучают оружие и основы ведения боевых действий. Кроме того, они обучаются пилотированию беспилотников, а также обслуживанию взрывоопасных предметов. Ячейки движения работают во всех регионах России и на оккупированных территориях. «Знания, полученные в юнармейском движении, помогли мне быстрее освоиться, быстрее привыкнуть на войне. Это уже было привычно, потому что в юнармии дисциплина превыше всего», говорил в одном из репортажей Илья Зазульский, бывший юнормейца с Крыма, который после окончания школы пошел служить. О привлекательности военной службы рассказывают и обычным школьникам. В Перми детям раздавали листовки службы по контракту «Достойное будущее» с контактами Минобороны. Как рассказала мать одного из учеников, в школу приходили сотрудники военкомата и рассказывали о преимуществах службы по контракту. Листовку, встанем причем в плечо за родину, раздавали в школах ФМАО. Агитация контрактной службы, обещающая социальные льготы и гарантии, публиковалась в телеграм-каналах школ Пятигорска. Впрочем, после публикации журналистов они были удалены. Тут я добавлю, что недавно ознакомился с таким термином интересным, правда применительно к насилию над детьми. Назовется груминг. Я всегда думал, что груминг – это стрижка животных. Оказалось, нет. Ну, в смысле, и да, и есть еще. Это когда потенциальный насильник или сексуальный преступник окучивает свою жертву с детского возраста, например, или не обязательно с детского, но просто к детям это часто употребляется и применяется. То есть он начинает формировать некоторую связь, пока еще без какого-то там сексуальных действий, но в общем формирует у иногда ребенка привязанность к себе. И когда тот уже вырастает, он его все берет и начинает делать с ним всякие сексуализированные действия. То же самое, видимо, задумала и российская армия, хотя есть и исключения. Исключения в том смысле, что российская армия иногда использует детский труд буквально. Помните, как украинские дроны прилетали по Алабуге, где собирая Алабуги политех, где собираются дроны. И тогда всякие, значит, псевдопротивники войны и зет-пропагандисты кричали «Как вы смеете бить по детям? Там же дети!» И им отвечали «Там дети собирают дроны! Вы поставили детей собирать дроны! Камикадзе! Вы поставили детей на военный объект!» И они говорили «Нет-нет-нет, там все иначе, вы не так поняли!» А вот вам, пожалуйста, свежая реклама Алабуге политех, где буквально показывается, как дети херачат дроны, и как эти дроны их просто показывают уже прямо потом в боевом обличье, так сказать, и прочее-прочее. Вот, давайте вместе посмотрим. «Все еще думаешь и в десятый класс? Поступай на суперэлитное направление Палабуга политех, аэронавигация и программирование ВПЛА! И помогай сталинским соколам!» Поэтому, да, Россия гораздо ближе к Третьему Рейху уже даже визуально, чем вам кажется. Россия уже использует детский труд буквально на военных предприятиях. Поэтому, если вам вдруг показалось, что у российской армии все здорово и хорошо и классно, да, несмотря на то, что я видел недавно у Андрея Медведева, по-моему, он такой «Ой, ну что, украинцы, два года, типа два с половиной года назад говорили «иди нахуй, русский военный корабль, а теперь говорят, что возможны переговоры». Да, у Украины с самого начала говорили, что возможны переговоры только настоящие. Только вот Андрей Медведев, два с половиной года назад Россия говорила, что Киев возьмет за 11 дней, от 3 до 11, в зависимости от того, кого мы слушаем, пропагандистов или Владимира Путина. Потом собиралась брать Одессу, потом собиралась недавно брать Харьков. Где ваши полуторамесячные давности рассказы, как сейчас мощно возьмем Харьков? А там же, где и огромное количество российских солдат, а именно 150 тысяч в могиле. И в этом смысле это не повод для радости, это в любом случае чудовищно все, что происходит, потому что, к сожалению, украинские солдаты гибнут, защищая свою страну. Но история заключается в том, что рассказы про то, что российская армия как-то там все хорошо себя прекрасно чувствует, абсолютно вызваны ничем. Постоянно солдаты, записывающие истории про то, как перебили весь их отряд и подразделения, и даже продвижения России, которые за год составляют около 500 квадратных километров, и даже для выхода на границы Донецкой области России нужно воевать в том же темпе, без изменений. Бля, еще лет 5, если не больше. Вот это вот все, это просто мясорубка войны, которую продолжает бесконечная Россия. Из-за отсутствия достаточного количества людей в военно-промышленном комплексе и в армии, они уже буквально вербуют детей. Одних грумят для того, чтобы как только им исполнится 18 забрать их на фронт, как недавний солдат, который вот в марте ему исполнилось 18 лет, а буквально сейчас он уже погиб. Вот такая быстрая и скоротечная жизнь. А других прям сразу отправляют, х**чить дроны-камикадзе, ставя их жизнь под угрозу, потому что, ну естественно, в любой момент по этому предприятию может прилететь украинский дрон и будет прав, потому что это военный объект. Ну и еще один способ, это телемарафон и спам-рассылки. В некоторых регионах власти прибегают к нестандартным методам. Так Татарстан провел 12-часовой телемарафон «Ступай в армию Победы, звони прямо сейчас», – призывал ведущий из обвешанной маскировочными сетями студии. Участники марафона, военные и местные чиновники уверяли, что участие в войне – долг каждого мужчины, а также активно зазывали выплатами. Сообщалось, что в региональном вербовочном колл-центре работает 80 сотрудников, и на звонок они готовы ответить даже ночью. А в Сибири власти запустили рассылку. В почтовые ящики жителей Норильска пришли письма с приглашением на контракт за подписью замглавы города Николая Тимофеева. Акцент в письме также сделан на выплаты, а суммах сообщается жирным шрифтом. Мэрия Новосибирска рассылает в ТСЖ требования разместить рекламу службы в Украине, писала новая газета со ссылкой на местное издание «Тайга.Инфо». Кроме того, объявления с рекламной службой развешиваются в госучреждениях, таких как МФЦ, паспортные столы, больницы, библиотеки и даже роддома, убедился корреспондент Тверски. Ну и последний, самый главный на самом деле способ, которым вербуют людей на войну – это срочники. Хотя и президент Владимир Путин, и Минобороны неоднократно заявляли, что срочников в войне участвовать не будут, вербовка в армии не запрещена. После первых трех месяцев срочникам уже предлагается отправиться на контракт, подтвердил военный комиссар одного из сибирских регионов Верстки. Впрочем, известно и о случаях принуждения. Например, 16 июня по крайней мере четверых солдат срочной службы увезли из Владикавказа на российскую базу в армянском городе Гюмри. И там заставили заключить контракт с Минобороны России, сообщили важным историям в проекте «Идите лесом». В школе призывника Верстки рассказали о принуждении срочника к подписанию контракта посредством издевательств над людьми. Не дают дневной отдых. С утра до вечера постоянно закидывают делами. Под дождем построение с голым торсом. Уже простыли, но не разрешают ложиться в лазарет. Ну и вообще, разговаривают как нелюди, но рассказывают, что если подпишете, то у вас будет свободное время, что выйдете только в части, никуда вас не отправят. Говорится в обращении, с которым ознакомилась Верстка. При этом обещание о том, что отправки на фронт не будет, источник называет враньем. О том, что срочники участвуют в боевых действиях, свидетельствуют и некоторые телеграм-каналы, которые обнаружила Верстка. Речь идет о небольших группах, где молодые люди рассказывают и показывают военные будни, в том числе боевые действия и обстрелы позиций ВСУ. Участники этих видео, как убедилась Верстка, срочники. В некоторых из них даже есть медали участников СВО. При этом они не подписывали контракт, а после года срочной службы вернулись домой. То есть идет и как вербовка срочников на контракт, так и сами срочники участвуют в боевых действиях и погибают в них. Поэтому даже если вас призывают на срочную службу, когда сейчас будет открыт набор, то знайте, что вы тоже можете оказаться под ударом беспилотников, артиллерии и погибнуть. Даже если вас призывают не в Белгородской области, вас туда все равно могут направить, как это делали с предыдущими наборами. Ну и в целом срочники это основной, я бы сказал, костяк пополнения российской группировки до 30% срочников вербуют тем или иным способом на войну. Причем там капают на мозги. Вы же все время в подчинении командира. Вам все время рассказывают, промывают мозги каждый день, заставляют смотреть Михалкова и так далее. Кого-то бьют, избивают, принуждают. Это все работает в российской армии, поэтому на срочную службу тоже попадать ни в коем случае нельзя. Ну и напоследок отправиться на войну предлагается и беглым преступникам. Предлагаю лицам, привлекаемым к уголовной ответственности, а также находящимся в федеральном розыске, использовать данные права и заключить контракт с Министерством обороны, сказал замглавы УМВД Красноярского края Юрий Завьялов на пресс-конференции краевой полиции об итогах работы за первое полугодие. Среди заключенных вербовка тоже продолжается. 17 июля стало известно, что вербовщики приходили в Московское СИЗО-2. Там ждет отправки на этап фигурант Маяковского дела Артем Камардин. О вербовщиках он рассказал на свидании своей жене. Ранее верстка рассказывала, что Минобороны планируют набрать 300 тысяч человек для наступления на Харьков. В войсках тогда собирались насильно призвать резервистов, запасников, а также загнать на контракт с Минобороны срочников. Наступление началось в первой половине мая, но уже к концу месяца ВСУ удалось остановить российскую армию. И в целом наступление продолжается и сейчас, и в Харьковской области, и на других направлениях. В Харьковской области наименее успешно, наиболее успешно на Покровском направлении. Впрочем, я думаю, что вы об этом уже слышали в сегодняшней дне сводки. Вот такими способами Россия пытается отправить людей на контракт. Мы с вами еще поговорим о разных историях с этим связанных. Первое, как это бьет по российской экономике. Спойлер очень сильно. А также поговорим о том, какие реальные цифры вербовки на войну. Я думаю, что материал появится вот-вот, и мы, конечно, с вами его тоже обсудим. До скорых встреч, всего доброго, пока. Редактор субтитров А.Семкин